По итогам года Белгородская федерация бокса признана лучшей в стране. Большинство чемпионов растят в Старом Осколе. И именно сюда, на первенство области, съехались почти 160 спортсменов региона. Состязание принял недавно открывшийся Центр прогресса бокса. За право назваться сильнейшими на ринг вышли юноши 13-14 лет и 17-18-летние юниоры. Для многих ребят это первые серьезные соревнования. У нас будет 16 победителей по юношам 13-14 лет и 13 победителей по юниорам 17-18 лет. Все спортсмены и тренеры за победы получат денежные премии от федерации бокса Белгородской области. Соревнования проходят при поддержке благотворительных фонда «Айсберг» в лице Тибекина Владимира Михайловича и также наших меценатов и благотворителей. Сегодня благодаря им мы можем проводить соревнования в таком и замечательном зале и на таком высоком уровне. К сожалению, в спорте сейчас у нас тоже политика играет важную и большую роль. И до соревнований у нас, до Европы, мира ребят не допускают. И, наверное, одно из немаловажных достижений, что на форуме, на всероссийском форуме Федерации бокса России, где присутствовали все региональные федерации, наши федерации признали лучшей в России. Каждый из вас рассчитывает и желает сегодня победить, тем более, что здесь присутствуют чемпионы медицинских боксов. Недостатка в гостях, чьи имена известны в мире спорта, действительно не было. Здесь собрались те, кто с боксом был или остается на «ты». Один из них – герой России Вячеслав Воробьев. Так я везде, где федерация бокса, там и я всегда боксер. У нас бокс, наверное, в области первой их спорта. Старый Оскол вообще можно даже назвать столицей не то, что Белгородской области бокса, а, наверное, даже посоперничать с другими городами России. У нас большое количество победителей, мастеров, лучшие тренеров. Руководитель подрядной организации, возводивший Центр прогресса, тоже неравнодушен к боксу, сам когда-то занимался. У нас таких залов, конечно же, не было. Мы занимались в зале бывшего завода «Конпрок» в городе Белгород, на улице Пугачева. Там, конечно, были условия не такие, но в то время мы были счастливы любым условиям. Здесь те дети, которые занимаются сейчас в новых, современных условиях, конечно же, это помогает развитию, потому что люди идут сюда с удовольствием. Как когда-то Виталий Дунайцев путь к победам начинал в спортзале завода «АТ», так и Богдан Парфенов тренируется там же. Боксом занимается всего три года. Обычно в этот вид спорта приходят в 7-9 лет, а Богдан – в 13. Из 20 боев 13 закончились победами. Но сегодня соперник оказался более опытным. Мой соперник – Александр Ишетников, кандидат в мастер спорта, тренируется в Щебекино. Можно было лучше выступить. Потому что я слишком много выбрасывал ненужных ударов и выдыхался. Каждый спортсмен провел от двух до четырех боев. Победители завоевали путевку на первенство ЦФО и войдут в основной состав сборной Белгородской области. Лариса Ульяненко, Евгения Левошко, Илья Самсонов, 9 канал.